Ну и теперь о том, что происходит в самой Сирии. Там сегодня атаке подверглось российское посольство. Здание депмиссии обстреляли из минометов. Никто из сотрудников не пострадал. Теракт, а именно так случившиеся расценили в Москве, произошел в тот самый момент, когда в Дамаске собрался многотысячный митинг в поддержку России и участие наших военных в борьбе с террористами. С места событий репортаж Сергея Зенина. Террористы ждали момента, когда колонна демонстрантов подойдет поближе к зданию посольства России. Два разрыва с разницей в пять секунд. Судя по звуку, били из миномета калибром до 100 миллиметров. По людям не попали, паники не было. Никакой давки. Кто-то перешел ближе к подъездам жилых домов, где в случае чего можно укрыться. Но основная масса просто шла по улице. В целом организована почти так же, как и приходили на митинг за полчаса до этого. Я приехала специально издалека, чтобы сказать большое спасибо российскому руководству. Мы не боимся никаких террористов. Нас не пугают такие провокации, как та, что произошла сегодня. Мы победим врага вместе с Россией. До взрывов многотысячная толпа стояла на площади в 100 метрах от здания российского посольства. Четыре улицы, ведущие к месту проведения митинга, были заполнены народом. Сирия, Россия, друзья. Спасибо России и ее авиации. Плакаты говорят сами за себя. Портреты президентов двух стран. Российских флагов даже больше, чем сирийских. Слова благодарности, просьба и дальше оказывать дружескую помощь. Мы пришли сегодня к посольству России для того, чтобы весь мир узнал, кто настоящий друг Сирии. Российское посольство, несмотря ни на что, несмотря на опасность, продолжает работать. Россия помогает нам и ни на секунду не переставала быть нашим другом. По примерным оценкам, на демонстрацию вышли порядка 5000 человек. Из провинции, которые уже освобождены от террористов сирийской армии при поддержке военно-космических сил России, добраться до столицы пока сложно. Поэтому большинство из пришедших с дружеской миссии к нашему посольству – жители Дамаска. Россия знает, что здесь на самом деле происходит. И она прислушивается к нашим просьбам. Россия помогает нам оружием. А мы просим помощи и поддержки, потому что в Сирии идет очень страшная полномасштабная война с терроризмом. Что касается обстрела, то уже удалось определить место, откуда прилетели мины. Эта территория в пяти километрах от Дамаска по прямой. Там еще идут бои и находятся террористы, запрещенные в России организацией армии ислама. Несмотря на два минометных взрыва, многотысячный митинг все-таки состоялся. Вот эти смельчаки, несколько десятков человек, дошли до российского посольства. Остальные рассеялись по площади. И, по всей видимости, миссия завершена. Люди донесли то, что они хотели до нашего посольства. Кстати, взрывы прилетели на нашу землю, на российскую. Потому что по всем законам территория посольства – это территория России в Сирии. Сергей Зенин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия. Дамаск.